Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Сегодня в программе. Пропал дальнобойщик. 22 октября он выехал с 16 тоннами груза из Жисказгана в сторону Павлодара, но до конечного пункта так и не добрался. Как обезопасить себя от краж и ограблений? Сколько стоит пультовая охрана объектов? Ответы на эти вопросы вы узнаете из сюжета о Имамриной. Виктор Оленбург. Так звать пропавшего дальнобойщика. 22 октября он выехал с 16 тоннами груза из Жисказгана в сторону Павлодара, но до конечного пункта так и не добрался. Поиски полиции привели в город Симиртау, где и был обнаружен грузовик пропавшего. Но ни груза, ни Виктора на месте не оказалось. Для родственников местоположение разыскиваемого до сих пор остается загадкой. 22 октября в 4 часа дня Виктор поговорил с супругой и сообщил о том, что его машина сломана, но к утру он доберется до дома. Это была последняя связь с пропавшим. На следующий день Виктор дома не появился, а его телефон оказался отключенным. Родные пропавшего начали бить тревогу. Брат Виктора отправился на поиски, объездил все населенные пункты области, но желаемых результатов так и не добился. На данный момент существует много версий пропажи Виктора. По одной из них дальнобойщик украл груз и скрылся. Но эту версию опроверг родной брат пропавшего. Виктор 4 года работает в сфере грузоперевозок и не способен на такой поступок. Также родственники отмечают, что Виктор не увлекался наркотиками и алкоголем. Если бы у него была возможность позвонить, он бы в любом случае позвонил бы или жене, или маме. Так как знаем, что у мамы сердце больное, что мама очень сильно переживает. И он бы в любом случае перезвонил бы или супруге, или жене позвонил бы. Вот прям в любом случае, если бы у него только такая возможность была. И просто мои предположения, я в ориентировках, которые клеил листовки по караганде, я указывал, что возможно потеря памяти. По этому делу в Караганде ведётся расследование по факту убийства. А вот в Павлодаре Виктора разыскивают, как без вести пропавшего. На сегодняшний день Виктор официально признан без вести пропавшим. В отношении пропавшего Виктора Оленбурга зарегистрирован факт. На сегодняшний день ведутся разыскные мероприятия. Родственники разыскиваемого неоднократно обращались к гадалкам и к ясновидящим. Все они в один голос заявляют, якобы Виктор попал в рабство и связанно находится в некоем сарае. Брат, жена и другие родственники Виктора просят сообщить любую информацию о местонахождении пропавшего. Также они гарантируют анонимность и достойное вознаграждение. Диана Рамазанова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сотрясение мозга, перелом носа, трещина скуловой кости. Самые распространенные травмы у жертв домашних насильников. Сегодня, во Всемирный день защиты женщин от насилия, наша съемочная группа отправилась в кризисный центр молодых мам. Маляка Каганатова попала в дом матери и ребенка неделю назад. Прожив 8 лет в браке, она сбежала из дома с двумя маленькими детьми. Девушка жила в Балхаше, но в местном Акимате ей ничем помочь не могли, лишь посоветовали обратиться в Карагандинский кризисный центр молодых мам. На такой поступок она решилась большим трудом. Постоянные пьянки и издевательства, унижения не только со стороны мужа, но и его родственников – это стало причиной побега. Маляка все время прощала своего супруга и надеялась, что он изменится. Но муж крепко привязался к алкоголю. Он постоянно пил, обзывал меня скотиной, последним человеком. Он говорил, что я сирота и никому не нужна. Однажды в пьяном состоянии он дал горящую сигарету и заставил курить нашу пятилетнюю дочь. Его родной брат тоже поднимал на меня руку. Он выгонял меня из дома среди ночи и заставлял искать водку. Сейчас муж многодетной мамы звонит и просит вернуться домой. Но Маляка для себя решила, что пути назад нет. Молодая мама собирается найти работу, подять на ноги детей и ни в коем случае не дать повторить им свою тяжелую судьбу. В кризисном центре девушки получают жизненно необходимые навыки. Девушек обучают по специальностям компьютерная грамотность, бухгалтерские курсы, повар-кондитер и другие. По окончанию курсов выдаются сертификаты. Также в центре есть швейный цех, где девушек обучают шитью. Координатор кризисного центра говорит, что девушки могли бы стать хорошими домохозяйками. Если кто-то нуждается в таких помощниках, то можно обратиться в центр. Всем девушкам оказывают психологическую помощь. Я сирота, мне идти некуда было. Я была в Тимиртау в центре, и там мне подсказали, что есть такой дом мамы, где можно находиться с ребенком до полтора года. Вот я позвонила, меня здесь приняли, родила. Я беременная, пришла сюда на седьмом где-то в месяце беременности. Вот находилась здесь, родилась сейчас, вот ребенку три месяца. Самый первый учитель у ребенка – это всегда мама. И здесь очень много времени они проводят со своими детьми, чему-то обучают. Да, несмотря на то, что у них и в душе не всегда все гладко, но они стараются своим детям дать очень много. Это то, что я здесь у них делаю. Я рада, что есть такой проект. В 17 городах Казахстана действует 27 кризисных центров. Более 50% поступивших мам наладили отношения в семье. За два года деятельности кризисного центра более тысячи детей не попали в детские дома. Лариса Хусынова, Жаслама Клубеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В городе Жизказган будут построены новые дома и отремонтированные автомобильные дороги. Власти и архитекторы Жизказгана представили новый проект генерального плана развития города депутатам областного Маслихата. Площадь моногородка составляет 2000 квадратных километров. Нателение едва достигает 85 тысяч человек. Улучшение инфраструктуры поможет росту этих цифр, отмечают чиновники. Новые дома будут построены на северо-западе Жизказгана. А в центральной части города, на площадях Кингир и Южный, будут воздвигнуты промышленные комплексы. Также чиновники планируют развивать агропромышленное направление экономики. Для этого в городе будут открыты предприятия по производству пищевых продуктов. План благоустройства разработан до 2035 года. Основной целью ее реализации станет создание благоприятной, комфортной и безопасной среды обитания. В городе запланировано открытие новых строительных комплексов и торговых домов. Градоправители хотят увеличить добычу и реализацию цветных металлов. Кингирское водохранилище и окрестные гостиницы нужно облагораживать, заявляют они. Это поспособствует притоку туристов и привлечению дополнительных доходов в регион. А для этого необходимо улучшить транспортное сообщение с городом. В новом плане расписаны работы по строительству железной дороги Жизказган-Бейнил до 2016 года. Централизованным водоснабжением обслуживается 94% населения, водоразборными холодками 6%. Техническое водоснабжение предприятий обрабатывающей промышленности и Жизказганской ТЭЦ осуществляется от производственного водозабора, расположенного также вблизи плотины, возле промышленной площадки. Жизказганская ТЭЦ-1, восьмая машина, мы получаем дополнительно где-то порядка, кроме электрической массы, порядка еще где-то около 200 гигагалорий тепла дополнительно. То есть у нас толчок к тому, что теплодефицит города будет покрыт за счет этой машины, восьмой машины. И планируется еще и другое развитие, мы с ними разговаривали. У них дальнейшее развитие ТЭЦ-1, они еще дальше как кадры и электрическую мощность развивать, и тепловую. Сейчас Жизказганцы отапливаются центральными и частными котельными. В будущем планируется строительство новой ТЭЦ-2 и магистральных тепловых сетей. Инфраструктура, все строительство, все новые районы, дома, объекты, соцкульт-быт, они должны выстраиваться и земельные участки должны выделяться после утверждения этого плана. Потому что согласно этого плану будет понятно, здесь будет кинотеатр, здесь больница, здесь жилой дом. А здесь стадион. Генеральный план – это начало нового развития города с перспективой улучшения качества жизни. Члены постоянной комиссии областного маслехата одобрили генеральный план. Депутаты призвали чиновников учесть все расходы и придумать мельчайшие детали проектов. Документ представят на очередной сессии и отправят для ознакомления в соответствующие ведомства. Аймам Рена Улжац Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. Городские власти предупреждают об участившихся случаях кражи и посягательств на имущество граждан. В рамках формирования в обществе нулевой терпимости к правонарушениям чиновники призывают горожан пользоваться услугами частных охранных агентств. Физические и юридические лица смогут обезопасить себя и свои владения с помощью одного договора. Остальное фирмы-услугодатели берут на себя. Охранные агентства предлагают свои услуги по установке камер видеонаблюдения, датчиков передачи информации, тревожных кнопок и пожарных сигнализаций. При заключении договора они предоставляют и устанавливают все необходимое оборудование бесплатно. Клиентам остается только вносить абонентскую плату, сумма которой колеблется от масштабов охраняемого объекта. Наша система позволяет получать данные из интернета. То есть если человек установил у себя видеоизображение на объекте, он может в любой точке планеты просматривать то, что у него происходит на объекте. При незаконном проникновении в охраняемый объект правонарушителей срабатывает группа быстрого реагирования. Они обязаны за считанные минуты прибыть на место и задержать преступников. Группа быстрого реагирования приезжает на объект. Если там есть налогомышленник, она задерживает. Выясняется, какое правонарушение совершено. Заказчик предлагается вызвать именно сотрудников полиции, написать заявление. В случае, если преступники уже скрылись, вам поможет видеозапись, которая хранится в архиве охранной фирмы. При отсутствии электричества централизованная система охраны может работать до 12 часов на аккумуляторах. Если получилось, мы не приехали вовремя по своему договору, наша ответственность страхуется в страховых компаниях. Сотрудники охранных фирм отмечают, что население пока не активно пользуется их услугами. Люди начинают искать защиту лишь тогда, когда преступление уже совершено. При этом мало кто понимает, что преступники не посягают на один и тот же объект дважды. Зачастую наши горожане мало знают, что существует частное охранное агентство. Они осуществляют такую определенную деятельность по охране имущества наших клиентов. Сейчас в шахтерской столице работает десяток частных агентств. Все они нацелены на предотвращение правонарушений и безопасность ваших владений. Аймам Рене Сламбе Госпан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В Караганде сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД области задержан сбытчик спайсов. Это курительная смесь, в состав которой входят синтетические вещества, губительно для человека. Она вызывает почечную недостаточность, острое пищевое отравление, слабоумие и в конечном итоге смерть. Казахстан – транзитная страна для наркотрафика. Это ни для кого не секрет. Поэтому у нас и оседает всякая наркотическая отрава. Пришла очередь и спайсов. Появились спайсы в начале 21 века в Европе и продавались под видом благовоний. Потом в работу включились химики и понеслось. В состав спайсов было введено специальное вещество – синтетический каннабис, который в 5-6 раз вреднее натурального. Надо понимать, что химическая формула спайсов постоянно меняется. В состав курительных смесей включаются синтетические вещества, имеющие новую химическую формулу. Там, может быть, черт знает что. Никто точно не знает, что может попасть в очередной дозе спайсов вашему близкому. А навариться на беде близкого желающих не перевелось. Где можно торговать заразой? Конечно, там, где собирается молодежь. Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Карганинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали сбытчика спайсов. Им оказался 27-летний диджей одного из модных ночных клубов города. Задержание проводилось сотрудниками спецподразделения «Орлан» и «Убоп-ДВД» в одном из крупных торговых домов города в момент очередного сбыта спайса покупателю, в роли которого выступил оперативный сотрудник. В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 27-летний житель города. У задержанного изъято порошкообразное вещество. На сегодняшний день подозреваемый водворен изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы с конфиграцией имущества. В первую очередь от употребления подобных курительных смесей страдает человеческая психика. Воздействие на нее оказывается так же, как и при применении сильнодействующих наркотических веществ. Спайс нельзя путать с марихуаной. При частом употреблении спайса появляются галлюцинации, тревога, рвота, чувство панического страха. Очень часто любители покурить спайса попадают в дурдом. Нередко пагубное пристрастие приводит к смерти. Сергей Высокосов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Просим граждан обратить внимание на ориентировку, которую передает УВД города Караганды. В совершении ряда краж на территории города подозревается парень европейской национальности. Возраст 22-27 лет. Худощавого телосложения, который под предлогом приобретения объемных медицинских товаров, хранящихся на складе аптек, пользуясь отсутствием продавца, похищая деньги из кассы и торгового прилавка. Всех граждан, обладающих какой-либо информацией об указанном лице, просим сообщить по телефону 102, либо в дежурную часть УВД города Караганды по телефону 407040442070. Продолжим выпуск. Ко дню первого президента в областной юношеской библиотеке имени Жаика Биктурова прошли назарбаевские чтения. Такое республиканское мероприятие проходит в режиме онлайн уже не первый год. Это вызывает огромный интерес среди читателей. Более подробно в следующем сюжете. В конференции участвовали историко-культурный центр первого президента города Тимиртау, Карагандинская городская библиотека имени Мухтара Уезова и областная универсальная библиотека Западно-Казахстанской области. Традиционно назарбаевские чтения проходят с 2012 года и каждая встреча для всех участников является значимым событием. То, что мы внесли в этом году, я думаю, вы знаете, наверное, больше идёт всё-таки традиционно. Традиционно, потому что мы уже как бы выработали себе определённую программу. И мы, естественно, темы расширяем. И самое главное, здесь наши ребята, наши участники, я имею в виду студентов и школьников, они стараются прийти обязательно, конечно, подготовленными. Так, чтобы они представляют всё-таки Караганду, Карагандинскую область и в лице наших визавей из других областей Казахстана. В библиотеке из активных участников онлайн-чтения выделились студенты карагандинских вузов и учащиеся городских школ. По словам самих же читателей, онлайн-встречи удобны и стильны. Я представитель 45-й гимназии школы города Караганда. И мы пришли обсудить идею Мангелик-Ель на Назарбаевских чтениях. Я выражу своё мнение о том, что развитие этой идеи, оно поможет в процветании государства. По словам организаторов, онлайн-чтения сближают сокурсников, друзей и даже родственников, которые находятся в разных городах. Способствует обмену знаниями и опытом среди молодёжи. Главный такой инновационный шаг сыграет большую роль в становлении подрастающего поколения продолжателей стратегии первого президента страны. Гульза Ацахова, Лжас Капасов, Арман Нартаев. Первый Карагандинский. На базе Карагандинского государственного технического университета обсудили проблемы инжиниринга и информационных технологий. Впервые в Караганде прошла практическая конференция с участием профессоров международного уровня. Учёные из зарубежья поделились опытом с магистрантами Политехнического университета. Конференция для магистрантов проходила в нестандартной форме на английском языке. Не было никаких 10-минутных докладов и затрудняющих вопросов. Присутствующие от магистрантов до профессоров просто слушали и выбирали для себя полезную информацию. Пленарное заседание началось с выступления директора департамента факультета образования Гонконгского университета. Доктор Дэниел Черчилль связался с присутствующими посредством скайпа. Наши студенты, а именно магистранты и докторанты, проходят научные стажировки в зарубежных странах мира. Они изучают передовой зарубежный опыт и внедряют его в отечественную систему образования. И вот с тем, чтобы они накопили лучший передовой опыт, использовали самые лучшие современные знания, и именно применяли их на английском языке. Более 500 магистрантов и докторантов сегодня принимают участие в данной конференции. Вниманию зарубежных ученых магистранты КРГТУ представили свои научные исследования в области инженеринга. Различные конференции для магистрантов кафедры иностранных языков в стенах Карагандинского государственного технического университета проводят часто. Учащиеся вузы выезжают за рубеж для получения новых знаний и обмена опытом. У нас очень хорошо развиты программы академической мобильности, и в рамках своих исследований они ездят за рубеж на стажировки. Мы стараемся делать подготовку кафедры иностранных языков всеми силами и под четким руководством нашего ректора, уважаемого Арстана Мауленовича. У нас идет большое количество наименований курсов для подготовки к международному экзамену IELTS TOEFL, поэтому знания языка мы ставим как приоритет. В завершении конференции для магистрантов и преподавателей выступила Констанция Довиру. Она рассказала, как развить в себе лидерские качества и себя в сфере предпринимательства. Магистранты узнали, как использовать свои исследования и научиться их продавать. От этой конференции я ожидаю множества положительных эмоций. Мне хочется, чтобы именно на мой доклад пришло множество людей. Я буду рассказывать про 1С и про свою работу. Вообще такая конференция проводится в КарГТУ впервые, но я надеюсь, что все пройдет успешно, всем понравится, все будут довольны, и это будет продолжаться каждый год и станет традицией. Магистранты и преподаватели обсудили проблемы и перспективы инжиниринга, обменялись опытом с зарубежными учеными. Также основной целью конференции является развитие английского языка среди магистрантов технических специальностей, для того, чтобы они могли свободно общаться на иностранном, используя научные термины. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В мир прекрасного с яркими красками. Сегодня в этот солнечный день состоялось открытие ежегодной отчетной выставки художников Караганды. Продемонстрировать свои работы могли не только члены Союза художников, но и все желающие мастера кисти нашего города. Открытие проходило в здании областного музея изобразительного искусства города Караганды. Стены музея были украшены поистине вдохновляющими произведениями. Можно было увидеть портреты, пейзажи, натюрморты, но более запоминающимися оказались масштабные живописные произведения. В них присутствует настроение автора, его эмоции и любовь к родному краю. Но прежде чем картины выставить на всеобщее обозрение, работы проходят строгий отбор. В этом году мы впервые такое сделали, что совместно с Союзом архитекторов. Мы пригласили архитекторов тоже выставляться на наших выставках отчетных, потому что среди архитекторов есть люди, которые не только, допустим, придумывают какие-то объемы, но и решают задачи плоские. Допустим, картины пишут, какие-то графики. На вернисаже представлены 34 автора. Работ в общей сложности около 80. Многие картины создавались и не один год. Художникам, чтобы создать свой шедевр, необходимо время. Вложить всю свою душу и характер в одну картину. Донести до людей все красоты, увиденного с помощью кисти. К примеру, Куат Аскаров, художник из Тимиртау, начинал свой творческий путь с обычного описания природы. Сейчас художнику интересен фольклор. Девиз Куата – «Двигайся вперед, оставаясь в прошлом». Всего 8 работ. Это все, что я смог провести. Потому что у меня был выбор в мастерской. До этого сидел и думал, что вести, что не вести. Но привез то, что вместилось в машину. Я стараюсь всегда, перед каждой выставкой, будь она весенняя, осенняя, лето, всегда показывать что-то новое. То есть взял за правило дважды не выставляться. В целом в работах жизнь предстает перед нами, как яркая, удивительная и неповторимая драгоценность. Фантазийный фейерверк художников. Выставляя свои работы публике, караганзинские художники еще раз доказывают свой профессионализм. Асиль Сазамбаева, Диана Рамазанова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. Лазерное шоу «Цирк на воде» в Караганде. Блистательные номера акробатов, бесстрашные дрессировщики и самые экзотические животные порадовали маленьких зрителей города. За ярким выступлением артиста в цирках наблюдала Диана Рамазанова. Задача цирковых артистов не так проста, как кажется. Нужно создать номер, да так, чтобы сердце публики завоевать. Сергей Федотов – большой профессионал своего дела. Он знает толк в цирке и ищет подход к каждому ребенку или взрослому. Артист рассказывает, что в цирк он пришел случайно. Однако играть роли клоуна и дрессировать зверей стало делом всей его жизни. Больше 20 лет Сергей дарит радость и веселье завоеванной публике. В первом отделении я работаю с ценкой шимпанзе, с обезьяной в ресторане. Она, значит, у нас посетитель ресторана, а я как бы официант. Не буду пересказывать, это камешный номер. И во втором отделении я еще работаю с смешанной группой животных. То есть там не только шимпанзе, значит, у меня еще есть другие обезьяны. Еноты, носухи, барсуки, дикообразы. Все это в одном номере. Цирковое шоу прошло как настоящее театральное представление. Акробаты, исполняя номер на опасной высоте, заставили сердца публики сжаться от волнения. А бесстрашные дрессировщики вступили в бой с самыми опасными животными – крокодилами. А также королева попугаев сотворила настоящее чудо. Экзотические птицы продемонстрировали свои умения. В коллекции цирка – удавы, носухи, шимпанзе, попугаи и павианы. Попугай Ара раскрасил сегодняшнюю концертную программу своим ярким выступлением. На удивление птица оказалась веселой, доброй и весьма приветливой. В Караганде труппа пробудет до 13 декабря, а значит, жители города еще успеют насладиться настоящим качественным цирком. А все те, кому уже удалось посетить зрелищное шоу, остались в восторге. Мне понравилось, где акробаты выступали. Они выступали, и там опасно было, но вообще хорошо сделали. Мне понравился номер с крокодилом. Там очень забавно и немножко страшно было. Цирк очень сильно понравился. Это такой необычный, там уровень повыше, и там вода, он очень необычный. Я впервые это вижу, такой фонтан. Понравился номер с крокодилом. Очень страшный, но забавный. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова